Всем привет! Я думаю, что ни у кого не возникает проблем с тем, как вырастить микрозелень. Кстати, семена вы можете заказать в компании Линские проростки. Но самый главный вопрос, как же эту микрозелень потом сохранить? Если вы выращиваете микрозелень с запасом, то есть вы рассчитываете на все кафе, на все рестораны, на частные заказы, и при этом выращиваете на несколько лодков больше, то у вас всегда будет такой вариант, что зелень будет либо оставаться, ну, либо уходить под ноль, если кто-то закажет больше. Так что же делать с этой микрозеленью, которую вы не успели сбыть? Естественно, рано или поздно она испортится, но есть вариант, как ее можно продлить на несколько дней, как можно продлить ее жизнь. Итак, например, если у вас есть горошек или подсолнечник, или любая другая микрозелень, которая уже подросла, но отдавать вам ее еще не сегодня, не завтра, допустим, через 2-3 дня. Но если вы ее оставите по цветам, она у вас перерастет и уже будет непрезентабельна, она будет уже у вас непродаваемая, микрозелень. Нужно всего лишь убрать ее в холодильник. Да, это самый, наверное, простой способ, как можно продлить жизнь микрозелени, это убрать ее в холодильник. Но смотрите, есть очень нежные виды микрозелени, такие как мангольд, или амарант, или мизуна. У них очень нежная листва, и она может замерзнуть, она может не выдержать температуру холодильника. Есть также еще один лайфхак. Вы можете надеть на ваш лоток шапочку. Обычно одноразовую шапочку, она будет сохранять некое тепло, которое выделяет растения. При этом поток воздуха, который гуляет по холодильнику, не будет чересчур охлаждать вашу микрозелень, поэтому она у вас сохранится дольше. Еще есть один вариант. Это работает с подсолнечником, с горошком, в принципе, с любыми другими видами микрозелени. Это срезка. Срезать микрозелень, которая обычная, помимо подсолнечника и горошка, такая как горчицы, капусты, салаты, кервель, кориандр. Если вы их будете срезать, то срок годности максимум-максимум. У них будет в холодильнике 5 дней. Не больше. Потому что обычно больше они уже начинают завидать, засыхать, им не хватает питания. Но вы сможете за эти 3-4 дня реализовать ее или же просто съесть. То есть это еще один из вариантов, как можно сохранить зелень. Но если вы срезаете подсолнечник и срезаете горошек, то у них срок годности от 7 дней до 10. То есть, в принципе, представляете, у вас вот уже горошек, подошел срок его отдавать. Вы его не успели реализовать никуда. Что ему теперь выкидываться? Конечно же, нет. Вы можете его срезать и продавать уже такой вариант срезки. Естественно, он, скорее всего, у вас будет подешевле. Или вы можете выставить цену за 100 грамм. Еще дольше вы сможете продлить, если вы будете менять салфетки. Ну, примерно через каждые 3 дня. 2-3 дня. Потому что салфетки отсыревают. От того, как они находятся в холоде, появляется конденсат. Из-за этого она у вас, микрозелень, может либо обморозиться, либо она может начать гнить, потому что слишком влажно. Это тоже очень важный момент. Поочередно меняйте салфетки. Все. Тем самым вы увеличите свой доход, сохранив жизнь микрозелени еще на несколько дней. В срезке вы можете хранить и листья щавеля, и съедобные цветы. Они тоже будут у вас храниться от 5 до 7 дней спокойно. Семена для микрозелени, для цветов съедобных, для субстрата, для кассеты, для лотков, для всего необходимого. Вы, конечно же, можете заказать на сайте Линдинские проростки. Интересующие вас вопросы вы тоже можете там задать, вам обязательно ответят и проконсультируют вас. Всем пока-пока.